В эфире новости сейчас в студии Татьяна Некрасова. Здравствуйте. Завершить переговоры о создании зоны свободной торговли с Республикой Корея рассчитывает ЕС в течение двух лет. Тем самым Беларусь как участник ожидает активизировать торговлю с азиатской страной. Об этом сегодня заявил председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович. Сегодня Минск принимает Белорусско-корейский бизнес-форум. Интерес гостей к поставкам нашей IT-продукции. Корейский бизнес высоко оценивает научный потенциал нашей страны. У нас большой потенциал на самом деле, потому что у нас действительно есть и фундаментальные разработки, а вот и инновационное внедрение, внедрение инновационных технологий – это очень перспективное, важное направление. Я думаю, что еще одна очень интересная, важная тема – это белорусская продукция, продовольствие которой может быть востребована. Но самая серьезная перспектива – это инновационное сотрудничество. Форум объединил представителей 60 компаний. Ожидается, что бизнесмены двух стран подтянут товарные поставки. Рост товарооборота уже заметен. По итогам первого квартала это почти 40 миллионов долларов. Столько стран наторговали за весь прошедший год. Свыше тысячи джихадистов, как выяснилось, выехали из Германии в направлении Сирии и Ирака для поддержки террористических группировок. При этом более половины из них имеют немецкое гражданство. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на правительство ФРГ. При этом уточняется, что в Сирии и Ираке по страже находятся десятки немецких исламистов. Многие другие, в том числе женщины и дети, уже вернулись в Германию. Лиры вместо евро. Новое правительство Италии обнародовало экономическую программу, выдвигающую Евросоюзу требования списать 250 миллиардов национального долга и освободить страну от ряда ограничений. Иначе итальянцы угрожают покинуть зону евро и вернуться к своей прежней национальной валюте. Правительство Китая намерено отменить все ограничения на количество детей в семье. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники. Уточняется, что подобная мера может быть принята, чтобы не допустить старения населения, а также, цитата, обеспечить вторую повеличение экономику мира притоком новой рабочей силы. Стала известна дата последнего звонка в Минске. Для 10 тысяч 11-ти классников он прозвучит 30 мая. Выпускники получат билеты в Минскую арену на республиканский праздник, посвященный окончанию учебного года. Также торжества пройдут в школах. Выпускные вечера в Беларуси состоятся 9 июня. Это последние новости к этой минуте. До встречи в 19 часов.